Всех приветствую, я Андрей Метлев, мы в студии Укрлайф ТВ. Гость сегодня в такой студии у нас, дорогой гость, как Антон Подлуцкий, шеф-редактор «Рыбака Украины», я говорю, как дорога ложка к обеду, к завтраку, Антон, вот вы всегда здесь дороги, как мы вас приветствуем. Доброе утро, я рад вас видеть тоже. И перед работой нужно же обсудить очень много вопросов, Антон, и я что-то сегодня с утра вспомнил книги «Юности», которые мы читали с запоем, и, конечно, Герман Гесса, это просто была какая-то эзотерика, не для всех чтения, «Степной волк», Гарри Галлер путешествует по магическому театру. Игра в бисер, да? Игра в бисер, конечно. Игра в бисер, Антон, все-таки в материале, вот все-таки шеф-редактор РБК «Украина» всегда здесь, что называется, срезает, как у Шукшина в рассказах. И тем не менее, были, конечно, у него всякие еще, чем вы ответите Антону, «Маленькие рассказики», «Последние лета Клинзора» и так далее. «Душа ребенка», наверное, да. Перевес, крупный перевес. Итак, «Степной волк», Гарри Галлер путешествует по магическому театру, и одна из комнат «Все девушки мира твои». Что вспомнил, потому что, знаешь, все денежки мира твои. Вот что я чувствовал, когда смотрел на великолепный театр, кстати, магический театр одного актера. Последние дни по всем медиа, вернее, разделились медиа коммерческие. Часть показывает, в том числе и «Центр», кажется, одну картину, а «Украинская правда» и другие каналы, олигархические, я бы так назвал, вот, коммерческие, большие каналы, показывают немножко другую картину. То есть, два образа мира. Два мира, две таких вот позиции. О чем идет речь? Речь идет о том, что вот мы не называем пока имен, я не называю, конечно, они, может быть, произойдут, тут какие-то вот эти названия, имена, но невозможно оторваться от экранов, когда мы видим, кто в этом обществе, в этом государстве, вообще-то, решает вопросы. Хорошее определение решает вопросы. Или там «Война престолов», «Игра престолов», тоже это сериал, такой говорят, самый дорогой, да, и кто-то сегодня написал в газете уже об этом. Поэтому, Антон, к вам первый вопрос, я так забалтываю тему, но она же невозможна ее заболтать. Как вы, тем более РБК Украины, я считаю всегда, сегодня оцениваете ситуацию, ну, уже на каких-то внутренних фронтах, как внутренняя война была у другого писателя, Луи Тейтельбаума, и тут же внутренние вопросы, внутренняя война в нашем обществе, в нашем государстве, связанные уже с экономическими, какими-то, ну, привилегиями, преимуществами, бонусами? Ситуация на Востоке, мы, наконец-то, начали осознавать, что враг в осажденном городе опаснее, чем недруку ворот. И как только мы начали это осознавать, тут же рванул один из первых конфлитов. Вы имеете в виду конфликт вокруг Укртатнафта и Укрнафта, да? То есть, эти эфиры, где Игорь Коломойский, губернатор Днепропетровской области, общается с Мустафой и так далее, и так далее. Ну, и с журналистом, этим несчастным, с радио «Свободы». Он трижды подходил уже к олигарху, в гости заходил, то с паспортами, то с какими-то вопросами еще странными, и, наконец, спросил главный вопрос своей жизни, что вы здесь делаете, и получил ответ. Ну, да, и получил ответ, что Игорь Валерьевич Коломойский защищает предприятие от рейдеров. Более того, выискивает каких-то диверсантов российских, называя их именам просто потом, в интервью своем «1 плюс 1». Да, ну «1 плюс 1» опять-таки это медиа, которая входит в медиа Ходин Игоря Валерьевича Коломойского, и, безусловно, в большей степени озвучивает его позицию, даже там выдерживая некие, допустим, балансы информационные, все равно «1 плюс 1» в большей степени артикулирует позицию Коломойского. Вот. Права эта позиция или не права, знаете, один народный депутат сегодня у себя на фейсбуке написал, вот вы у меня все спрашиваете, что с этим делать, и я хочу ответить, я генпрокурор, я министр внутренних дел, у меня нет полного, даже достаточного массива информации, проверенной информации, чтобы выносить некие категорические или императивные осуждения по данному вопросу. Здесь, скорее, мы можем базироваться на общих доступных данных и эстетике процесса. Ой, эстетика, выше этики. Вот что вы-то переживали, глядя на все это? Какие чувства добрые у вас пробуждал этот конфликт, когда вот его наблюдаешь, изучаешь, может быть, потому что без изучения не напишешь такой материал. Знаете, у меня было ощущение цирка. У меня было ощущение цирка, потому что, во-первых, риторика, вышедшая из 90-х откуда-то, и из начала 90-х, она, конечно, уместна где-то в частных беседах, она может быть уместна на междусобочках, но в публичной плоскости подобного рода риторику использовать как бы не очень хорошо. И тут у меня другой вопрос. Когда год назад новоназначенный губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский называл Владимира Путина шизофреником, мы все рукоплескали, хотя это была риторика того же уровня. Сегодня, когда Игорь Коломойский откровенно хамит всем и рассказывает какую-то ерунду про укрнафту, опять-таки история с укртатнафтой, с укрнафтой это несколько разные истории, больше меня цепляет история с укрнафтой. А в чем там соль? Почему ерунду уральского? Потому что укрнафта это госпредприятие вообще. То есть 100% акций у государства? Да, и там менеджмент, грубо говоря, фишка постсоветского пространства, особенно украинского, в том, что неважно кому принадлежит актив, важно кто его курирует. Помните, как во времена крепостничества, в феодальные времена, которые к нам вернулись, была проблема у помещиков найти управляющего, который бы воровал в определенных коридорах, воровал не сверх меры. Вот здесь та же история с менеджментом. Это управляющие, которые, собственно говоря, руководят процессами в интересах, скорее, не акционеров, а своих реальных патронов. История с укрнафтой, да, она феерическая на самом деле. Эта история показала полное неуважение крупнейшего на сегодня барона Украины, Игоря Валерьевича Коломойского, пусть к номинальному, но сюзерену Петру Алексеевичу Порошенко, которого, ну, я не знаю, называть его олигархом, не называть. Да назовем уж чушь. Ну, вот не знаю, честно я сказать. Я теряюсь... Ну, мультимиллионер, вот тоже красивое слово. Ну, он миллиардер. Миллиардер все-таки. Он миллиардер, но является миллиардер-олигархом. Есть много вопросов по капитализации банка, принадлежащего Петру Алексеевичу. Есть много вопросов по Ленинской кузне, принадлежащей Петру Алексеевичу. Все мы помним, как зимой горели магазины «Рошен», которые открывались по несколько штук за неделю по стране. Ко всему этому есть вопросы, во всем этом можно усмотреть признаки использования служебного положения в целях личного обогащения, что, собственно говоря, тоже является одним из элементов олигархической экономики. Вот, то есть здесь мы можем, конечно, говорить о стычке двух олигархов, но, 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 все равно по пирамиде, которая пока что есть, и надеюсь, что она сохранится хоть в каком-то виде. Петр Алексеевич Порошенко, он старше, он президент, он старше, в то время Каламович Коломойский при всей своей мощи и напоре. Он губернатор. Он губернатор. Если он хочет вести войну олигарха с олигархом, ну, пускай слагает полномочия губернатора, и начинает, например, суд, как судится он в высоком суде Лондона с Пенчаком, где, кстати, проходит еще один фронт, о котором мы мало знаем, и который несет для Украины не меньше рисков, чем то, что сейчас творится на Канавте. Много пишет об этом газета Independent, об этом много пишут лондонские блогеры, аргументы, которыми обмениваются стороны уже за гранью и добра, и зла, и закона, и здравого смысла, когда стороны друг друга в хозяйственном споре прямым текстом обвиняют в заказных убийствах. У меня вопросы, думают ли стороны вообще о том, как это скажется на репутации страны? Ведь рано или поздно все это выльется в британскую... То есть риски для репутации страны? Или какие-то, в итоге, посерьезнее, экономические риски могут быть? А репутация это экономический показатель вообще-то, это экономический фактор. То есть там инвестиции, перестанут поступать, нет репутации. Нет репутации, нет денег, если у, грубо говоря, у некого субъекта, физического лица, нет репутации, ему нужны деньги, он приходит к друзьям, ему говорят, милый наш, мы денег тебе не дадим. Он приходит в банк, ему говорят, дорогуша, у вас нехорошая кредитная история. Он начинает ходить по кредитным союзам и так далее, везде его футболят, потому что у него нет репутации. Это вопрос репутации, это вопрос экономического позиционирования в мире. То есть если два еще при прошлом режиме однозначно олигарха рубятся, обвиняют друг друга в уголовщине, в уголовщине, это происходит в высоком суде Лондона, ну я боюсь, что после ознакомления с такими протоколами ни один уважающий, уважающий себя инвестор, ни один уважающий себя венчур сюда не пойдет. Вот, то есть, и вопрос, то есть фронт не один, их много одновременно. Укрнафта один, лондонский суд. А что еще в укрнафте вас лично, так сказать, интересует, как некий курьез, или как даже вы сказали, что это такой вот сегодня подвьющий парадокс просто? Что там, то есть 100% государство, все подчеркивается, менеджмент? Если говорить с точки зрения, опять-таки, символа, во все равно мы мыслим символами, то получается, что Игорь Вареевич Коломойский, будучи губернатором, то есть лицом подчиненным, придя на одно из крупнейших госпредприятий у Украины и взяв его якобы под защиту, может быть и под защиту, я не могу быть уверенным до конца, вот, тем самым декларирует позицию, что государство это я. И здесь уже начинается прямой политический, ресурсный, административный конфликт с президентом. Ну, можно же и так, если не я, то кто защитит вот эту собственность от рейдеров, как он говорил своему, кстати, каналу в очень большом интервью? Рейдеры захватывают просто. Пока что, пока что существуют процедуры, алгоритмы и все остальное. И давайте не будем кривить душой. Мы прекрасно понимаем, что если кому-то звонит человек масштаба Коломойского, неважно, кто это министр, вице-премьер, депутат, кто угодно, то у Игоря Коломойского есть как минимум шанс быть выслушанным, как минимум. Не факт, конечно, что к его пожеланиям однозначно прислушаются, но его услышат. И если есть риск на Украинске, почему он не поговорил об этом с президентом, почему он не поговорил об этом с министром энергетики и углепрома, почему он не поговорил об этом с министром внутренних дел Арсеном Борисовичем Аваковым, к чему было совершать подобного рода выходки, которые не вяжутся, мягко говоря, с образом солидного человека, каким пытается оказаться Игорь Полеевич Коломойский. Вот реакция и Авакова, и главы СБУ Нуриванченко, особенно по поводу оружия, которое есть на руках у населения и у охранных фирм, и даже какое-то огнестрельное, нарезное и неохотничье, что все это оружие нужно сдать немедленно, и никому в городе ходить с ним нельзя. Насколько вы думаете, эта реакция не выглядит чем-то похожим на пробующее поведение? То есть выполнят, не выполнят, сдадут, не сдадут, 24 часа сдадут. Андрей, я должен напомнить, что год назад, практически год назад абсолютно аналогичную инициативу выдвигал тот же самый Арсен Борисович Аваков, когда говорил, что мы начинаем разоружать гражданское население. Я не готов сейчас ответить по количеству сданных стволов, я просто не готовился к этому вопросу. На сегодняшнее утро. Я не смотрел статистику, но... Процедура, наверное, другая будет, да? Все-таки это же, наверное, не будет афишироваться там как-то. Кто-то же может разоружиться, или это все... В интернете есть слово «фейк». Это же не фейк, это распоряжение ответственное. Это декларация, скажем так, то, что написано на Фейсбуке, это декларация о намерении. Пока это не оформлено в соответствующие законные акты, распоряжения, постановления, законы и так далее, мы можем писать все, что угодно. Можем говорить все, что угодно. Можем декларировать какие угодно мысли. Но это вовсе не означает, что этот пост министра внутренних дел на Фейсбуке будет принят аппаратом МВД в действие. Потому что, ребят, ну... А вдруг это писал не овак? Да. Ну, допустим, да. Попробуй, докажи же это все. То есть, это совершенно... Когда мы говорим официальная страница такого-то лица на Фейсбуке, ну, это в некотором смысле оксюмороз, да? То есть, Фейсбук — это аналог электронного пресс-секретаря, где не нужен дополнительный человек, чтобы писать релиз, звонить по телефону. Написал, позицию озвучил, да? Но от позиции до реализации большое расстояние. И я надеюсь, что сегодня или в ближайшие дни завтра будет очередное заседание Кабинета Министров. Может быть, завтра на заседании Кабинета Министров будет утверждено данное распоряжение Министерства внутренних дел о разоружении мирного населения. Но вопрос же не в том, будет это постановление или не будет, будет это распоряжение или не будет. У меня вопрос в другом, друзья мои. Кто будет разоружать мирное население? То есть, почему мирное население? Речь идет об охране олигархов. Я даже себе представил, знаете, вот, Антон, такой идет олигарх, ну, такой скромный олигарх, вышел из нормальной машины, может быть, да? И его сопровождают такие пока милиционеры. Вот они в фуражках, очень такие по форме одеты. Это же выглядит как-то даже эффектнее, чем сейчас эти люди большие, охрана, как-то так одеты, тоже почти как олигархи. Здесь, наверное, стоит задать вопрос... Эстетика, опять же, вот. Здесь, наверное, стоит задать вопрос тем людям, у которых есть личная охрана и бодигарды, потому что, ну, даже любой человек, у которого есть личный водитель, знает, насколько это особенные отношения. Еще более особенные отношения, мне не было, надеюсь, никогда не будет охранника, телохранителя, но я подозреваю, что еще более личные, очень тонкие, глубокие отношения устанавливаются между клиентом и бодигардами. Это определенного рода коммуникация, это определенного рода реакция, это определенного глубины доверия. А то устал просто утром, позвонил в район отделения милиции, и тебе наряд просто выслали. И идешь в сопровождение, как будто тебя даже может идти... Вопрос, насколько этот наряд... Но это не наряд милиции, это управление государственной охраной, это несколько иное. Не несколько, это иное. Вопрос, хватит ли на всех желающих управления государственной охраной? раз второе а насколько эти люди обучены быть именно бодигардами да потому что работа бодигардом предполагает навыки рукопашного боя уличных драк и массы всего остального ухан был я только из кемиатографа знаю в этом из таких сериалов каких-то вот коммерческих конечно же потому я сильно сомневаюсь что у министерства внутренних дел хватит ресурсов на то чтобы довести до реализации пожелания своего босса а если некие пожелания распоряжения босса не доводится до окончательной или хотя бы некой достаточно промежуточной реализации то на выходе мы получаем никчевность подобного рода распоряжения и девальвацию в целом авторитета чего авторитета лица которые подобного рода распоряжения изрекают потому на самом деле нашим управленцам нужно меньше писать на фейсбуке больше заниматься управлением я так считаю авторитет фейсбука страдает антон возвращаясь к укр транснафте и укр нафте что от этого получит это олигарх вот в этой войне за что способом борется вот удастся ли мы победить ваши прогнозы сейчас как выглядит я бы купили же в бой великолепный наш как он их назвал довольно точно полу депутаты полу журналисты полу олигархи еще чуть не добавил я ну еще не олигархи но тем не менее люди которые знают в профессии что не делает мустафа моем кстати можно было какой-то наем ему такой псевдоним уже там на мустафа цицерон взять всегда ним чего мне творческие ли там мустафа демосфен выступает отлично и вот он выступал снова у забора укр нафта куда он хотел вот заглянуть или даже как-то проникнуть и пострадал как человек слегка он потом сказал что ничего страшного но этот разговор с олигархом тоже выложены его можно прослушать я думаю все кто хотели его уже посмотрели и следят за что с в знании борется и какая перспектива у этого конфликта экономического на взгляд кто пострадать может от этого всем и почему государство вроде как заботится нас и мышь сейчас следим за тем как государство забирает забирает свою прибыль какую-то который он недополучал эти годы да прямо было сказано что с укр нафта ничего не получает государство может быть государственное предприятие много миллионная может даже миллиардная прибыль за сколько-то лет и ничего в казну не попало ли это поймите укр нафта укрот нафта ну мы же все учили историю мы знаем что есть причинные поводы да то есть как бы укр нафта укрот от нафта это повода не было бы этих поводов был бы другой был бы например какой-нибудь конфликт вокруг аукциона по реприватизации укртелекома очередной конфликт вокруг одесского нефтеперерабатывающего завода очередной конфликт вокруг гоков еще что-нибудь причина в том что игорь валерьевич коломойский получив в управление по сути две области днепропетровскую и одесскую судя по всему останавливаться на этом не собирается перед новым годом и в начале текущего года были подковерные позиционные бои за запорожскую область которые ну предварительно завершились назначением туда губернатора и забойма главы администрации президента бориса ложкина были загадочные позиционные не бои а перетягивания каната по поводу харькова вот которые тоже закончились назначением туда человека и забойма главы администрации президента бориса ложкина то есть получается что на сегодняшний день борис евгенич выступает таким себе третийским судьей при первом лице государства насколько он эффективен мне трудно сказать пока что но аппетиты человека который не привык обуздывать свои аппетиты безграничны есть такое даже заболевание называется кажется булимия обжорство да то есть датчик не может остановиться и умирает от того что у него отказывается печень почки становятся живут организм не справляется с напором потребленного материального ресурса еды или денег и так далее неважно чего вас всех не может остановиться то есть человек не понимает смысла древнеримской поговорки что трезвость это норма жизни потому я полагаю что здесь мы имеем или алкоголизм все-таки тут нужно разобраться это в принципе булимия в отношении еды алкоголизм в отношении алкоголя но корень у них общий невоздержанность но то для меня все же это вот ближе к какому-то литературному образу ведь это какая-то алхимия денег даже на книжке есть алхимия финансов это какая-то магия вот откуда-то магический театр где комната все денежки мира твои она же ну невозможно строиться и сегодня вы просто можно ли говорить о каком-то расколе внутри нашего государства между группами олигархов которые воюя за свои интересы ну продолжат вот то что мы видим чили последнего года какой-то вред наносить нашей стране или же это как-то все нормальное явление для современного общества для капитализма все там можно смотреть и так и интересует последствия вот этого серьезного конфликта между крупными все-таки собственника да это же новые то люди которые владеют миллиардами как можно сказать знаете как старом анекдоте ты дочь моя права и ты дочь моя провода то есть однозначно что воюя за некие активы воюя за ресурсы за ресурсы я бы даже не акцентировался на активах на должностных позициях и так далее потому что все это сводится в единое поле ресурс война за ресурсы безусловно вредит всем нам внутри украины конечно она нас ослабляет она нас ослабляет я не говорю даже государственной машине говорю о нас как о протообществе гражданской конца концов а протообществе граждан у нас нет извините мы об этом уже куда-то не подевались у меня паспорт есть извините антон ну и вы регулярно выполняете все свои гражданские обязанности все регулярно но обо мне не будем все же продолжать дальше обредит нам как потому потому на самом деле граждане голосующие за гречку вряд ли могут называться гражданами по моему скромному разумению граждане не принимающие участие в управлении своим ресурсом домом улицей городом вряд ли могут называться гражданами давайте обратимся к истокам к тому кем был гражданин в греции откуда и пошел этот термин он должен был отслужить в армии он должен был принимать активное участие в политической жизни города он должен был быть имущественно состоятельным обязанности рождались права там же были рабы да вот у каждого были рабы а мы такие себе сами себе рабы и сами себе демократы технологии эпоха модернового капитализма предполагая что каждый сам себе и хозяин и слуга и каждый сам себе способен договариваясь с равными среди равных обеспечивать личную капитализацию это не вопрос модели это вопрос позиции если люди не хотят выполнять свои обязанности то извините почему они должны пользоваться правами почему мы в большинстве своем не понимая что у нас есть некие базовые обязанности да не не зафиксированы нигде это проблема нашего законодательного поля что много сказано о правах а про обовязки якость 5 копеек коча спочатку прописуйте обовязки пизле тёгов за права в логика и самая такую уру у розыдку свой спильство и жодным чином иншую так вот возвращаясь к войне за ресурс если эта война за ресурс затянется если не будет достигнут некий пушаткий мир между конфликтующими сторонами то я боюсь что нас ждут очень тяжелые экономические потрясения и причины тому будут в первую очередь вот этот вот раскол и неспособность договориться договора способности доверия как и репутация это инструменты капитализации это инструменты экономики если люди друг другу не доверяют они никогда ничего общего не построят страна это общее дело вот скажите мне я вот думаю о том что всегда как-то подчеркивалось может это такой тоже миф что уж кто кто а богатые то люди смогут договориться между собой тут получается что как-то вот трение возникает один богатый не хочет стать богаче всех остальных разумеется богатым людям проще договориться чем бедным безусловно давайте вспомним бегство януковича и вспомним упомянем уже получается хорошо это правда что сын его мог бы работать это в киеве на маршрутке да в то время как отца бы выпустили под залог миллиард а так человек сел на какой-то обсуждать знаете будем но это не юмор просто так иначе по поводу гибели виктора младшего выскажу сугубо свое мнение знаете есть поговорка о награждении непричастных и наказание невиновных во всем том что творилось в стране при януковича если брать семью беглого экс-президента уже экс-президента срок его полномочия истек наконец-то истек да да все теперь уже можно смело говорить о том что он экс если он конечно не опротестует все эти процессы в неких суда в наименьшей степени был виноват виктор викторович янукович младший да он был раздолбаем земля и пухом я бы не знал лично да да он был джипером он был таким обычным себе ну большим бахвалящимся лоботрясом довольно безвредным весьма добродушным довольно открытым не злым человеком который ну редко видел отца отец вообще как бы насколько я помню не сильно озадачивался проблемами воспитания детей тем больше занималась в детстве мама потом уже взрослой жизнь но злословие по поводу гибели именно злословие о том что он умеет водить машину до поднимает объекта перейдем может быть к нашим все-таки более важным вопросом внутри страны потому что его похоронили за пределами страны насколько мне известно в крыма подождите крым погодите в крыму а почему в крыму я не знаю почему почему же в крыму они решили какую-то фамильную сыпание вот это уже действительно не имеет никого на сегодняшний день может символическое значение вы любите говорит на тему символического обмена и на сегодняшний день андрей это не смерть виктора януковича она имеет значение некоторое vị витрович виктора викторовича она имеет значение для руководства днр и лнр где так я слышал заслуживающих доверия людей смерть младшего образца беглого правящего дома вызвала почти мистический ужас. Это их проблемы, это не наши проблемы. Наши проблемы на сегодняшний день это конфликт, по сути, Коломойского и Порошенко. Вот это действительно наша большая проблема. Вот очень хорошо поддерживаю вашу мысль о том, что внутренний конфликт в государстве и в обществе, так сказать, внутренняя война, так или иначе, наверное, на мой взгляд, должна быть связана с внешними нашими проблемами, ну не только в отношении с Россией, но и в отношении внутри страны, на этой линии раздела, где почти обведено уже все тяжелое вооружение, но нет, да, и подстреливают, и даже, ну, жаться сегодня, кажется, нет, но сводки передавали, что все-таки какие-то обстрелы ведутся. Ведь этот олигарх своему каналу, собственно, журналисту, довольно большому подробному интервью подчеркнул, что люди, которые себя называют ДНР, ЛНР, их называют не иначе, как на других каналах, террористами и так далее, они сегодня являются, ну, реальными людьми, с которыми надо вести какие-то дела. Это, говорит, человек, который организовал, ну, как минимум, там, сопротивление, спас Днепропетровска и так далее, и так далее. Вот это его оценка ситуации внешней. Она как-то связана, на ваш взгляд, с внутренней проблемой его, опять же, в этом конфликте с президентом и так далее? Конспирология, чьих вы будете, Игорь Валерьевич, тема, которая сегодня полночи обсуждалась на Фейсбуке. Я не читал, пропустил, наверное, сейчас можно. Очень было много веток, включились люди из ближайшего окружения Игоря Валерьевича. Ну, давайте вспомним скайп-переговоры с одним из лидеров ДНР, которые просочились в сеть или были слиты, или как-то они там оказались. Там было очевидно, видно, что, собственно говоря, Игорь Валерьевич готов договариваться с ДНР и ВНР. И он поддерживает контакт какой-то, если... Полагаю, что да. Ну, по крайней мере, Рубан, насколько я помню, его советник. А Рубан у нас самая распиаренная фигура по обмену военно-пленными. Я считал, считаю, и всегда буду считать, что худой мир лучше доброй войны. Я продолжаю считать, что в ДНР и ВНР живет огромное количество околпаченных, обманутых людей. Я считаю, что это наша земля. Я считаю, что это наши люди. Если это наши люди, то нам в любом случае нужно, через «не могу», через «не хочу», через личные амбиции и прымхы учиться договариваться, находить точки соприкосновения и вместе лечить раны, которые мы нанесли и друг другу, и нашей общей стране, нашему общему государству. То есть здесь Коломойский, конечно, прав. Ну, как поется в песне у российской, извините. Певицы Елены Военге «Ведь не важно, что ты сказал, ведь не важно, что о как». Вопрос контекста, в котором прозвучали эти слова, любопытный. Почему раньше Коломойский не говорил о том, что нужно выстраивать через «не могу», через «не хочу» коммуникации с ДНР и ВНР? И главное, с кем их там выстраивать? Составленниками Путина? Или через «не могу», через «не хочу» находить реальных, пусть маленьких, пусть слабых, лидеров, мнений на местах, которые тоже стоят на позиции, что нужно договариваться на неких удобных для, ну, плюс-минус, опять-таки, компромиссных, нехорошее слово, но ничего другого, пока мы не придумали, компромиссных условий. Почему раньше не звучали эти фразы, почему они зазвучали сейчас? После этого конфликта, в специальном интервью. Вот этот вопрос, как это сказано, это вызывает, как минимум, недоумение. Опять-таки, спекулировать, фантазировать. Не, ну, интересно же мнение все же шеф-редактора РБК Украины. Вот к чему бы это ведет? Потому что он теперь будет главным миротворцем и будет делать все, чтобы у нас у всех был мир. Возможно. Возможно. Возможно, это предупреждение. Что я воевать больше не буду или как? Да. Также, возможно, это предупреждение о том, что вот я сейчас пойду с ними договорюсь, а вы тут Петр Алексеевич, как хотите, так и танцуете. Возможно, Петр, возможно, Игорь Варевич просто сказал эту фразу, а потом она сама ему понравилась, он оставил ее в интервью. Этих, возможно, очень много. Это не было случайной фразы, он даже четко подчеркнул, что и в переговорах в Минус-2 эти участвовали люди, он назвал эти фамилии и сказал, что именно с ними приходится иметь дело сейчас. Ну, значит, Игорь Валерьевич, во-первых, воевать бесконечно не может никто, даже Кровомойский, даже американцы, даже Китай. А Днепр, как и Запорожье, это прифронтовой город. То есть я общаюсь с днепропетровчанами, многое сам в Днепре не было давно, но я имею представление, в каком напряжении живет город, и город начинает уставать, и руководство города, области, какими бы они там крепкими, стальными ни были, они тоже начинают уставать. Это естественно. То есть, как бы давали популярность ему в городе, и вот последнее это вече, оно прошло у них или нет, как бы они собирались провести вечерком народное собрание такое? Ну, знаете, все народные собрания в нашей стране, это что-то из области собрания парт-актива. Пришли, отчитались и разошлись. Пришла группа идейных, небольшая, пришла группа тех, кто обязаны, пришла группа поддержки, за деньги ли, не за деньги ли, по другим каким-то мотивам, ну, пришла. Пришли, что-то там порешили, причем, скорее всего, в 90% случаев, решение принято задолго до начала вечи, и вечи являются просто инструментом для некой легализации. То есть, ну, без того, популярность у него там конечно есть какая-то, я думаю? Ну, разумеется, есть. Хоть он и всем рассказывает, что все считают меня злодеем. Вопрос, я не видел замеров, я не видел социологических замеров по Днепру по поводу реальной популярности и динамики Коломойского и его команды, потому сказать конкретно об этом, к сожалению, ничего не могу. Как, кстати, вот с мобилизацией в Днепре, там все гладко было, наверное, да? Мобилизация в Днепре как проходила, ну, вроде бы без эксцессов. Более-менее ровно, никаких эксцессов, выхлопов не было. Опять-таки, они не просачивались в информационное поле, если они и были. Желание договориться, желание как-то заморозить войну, заморозить конфликт, естественно, это одна сторона медали. Вторая сторона медали, которая может быть, я полагаю, по логике, это опять-таки предупреждение официальному Киеву, что вы там сидите в Киеве, да? Вы там думаете, что вы главное, а я вот тут сейчас с ребятами договорюсь, мы войну прекратим и посмотрим, что будет дальше. Да, ну, как бы, уже год говорят о том, что только прекратится война, люди пойдут на Киев, и когда придут, увидят, что тут ничего не произошло, то будет Ахтур. То есть, это уже ванговалось такое количество раз, сотни тысяч, может быть, даже миллионы раз, что, ну, не исключено, что вот так и произойдет. Потому что есть такая вещь, как самосбывающиеся прогнозы, сама придумала, сама поверила. Вот, и это может быть такой не сильно завуалированной угрозой. А может быть и то, и другое одновременно. Почему бы и нет? Ведь есть такая вещь, как двойные смыслы, двойная политика и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так что я, честно, я очень сильно опасаюсь большой войны, экономической войны между президентом и губернатором Днепропетровской области, потому что в руках губернатора Днепропетровской области есть как минимум один мощнейший экономический инструмент, с которым, ну, поделать никто ничего не сможет. Это банк-приват. Разумеется, это актив. И как он этот рычаг может использовать вот в этой войне? Ну, гипотетически, да. В банке-приват что-то, что-то поломалось, и он остановился на сутки. Представляете, какая будет паник? Не дай бог. Не дай бог. Я о чем и говорю. Поскольку мы имеем дело с совершенно гибридными войнами, то и здесь войны будут гибридными. Опять-таки, использование экономических инструментов в драках за ресурс присутствовало всегда, сколько мы можем посмотреть на историю человечества. Да, запрет на поставок, например, льна во Францию, запрет на поставку тутовых шелкопрядов. Это все было, это все есть, это все будет. Я вспомнил вдруг, не кстати, что у нас они в Запорожье же были. Да, сейчас просто речь не о тутовых шелкопрядах, а о крупнейшем системообразующем банке страны. Но этот козырь, он пока не пускает в ход. А вот козырь американского посольства, переходя к последнему, может быть, пункту, уж много об этом тоже пишут и говорят, вот как вы считаете, вот этот вопрос, на чьей стороне американцы, звучит как-то немножко смешно. Американцы НАТО. Они не на стороне, они НАТО. Ну, был ли у него какой-то визит же, да, там, встреча с послом? Да, конечно, была встреча с... Он не очень разглашает результаты, но... Была встреча с американским послом, то, что просочилось в медиа, ну, можно ли этому доверять или нет, опять-таки, хороший вопрос. Вот, но то, что просочилось в медиа, по сути, это был разговор представителя сильной страны, которая претендует на управление этими территориями, с неслабым представителем местных элит о том, что, дорогой друг, давай-ка менять правила игры и отношения. Услышали Коломойские предупреждения американцев? Это вопрос к Коломойскому. Вопрос, у меня же, я, может, что-то услышал в этом нашем разговоре, страной, которая претендует на управление этими территориями, пришел из классического западного инвестбанкинга. То есть кадровая помощь? И которая так или иначе интеллектуальная помощь. Сюда входит и кадровая помощь, и организационная, и социологическая, и методологическая. Это все интеллектуальная помощь. И наш олигарх в эту кадровую политику, в общем-то, не очень как-то вписывается, да? То есть если удастся выстроить коммуникацию, удастся найти некие точки соприкосновения, прекратить разжигать эту войну, ну тогда мы благополучно минем этот риф. Если нет, если точки соприкосновения не будут найдены, по любой из причин, их может быть миллион. Ну ведь Антон, смотрите, конечно, как говорят, после того не означает результат или вследствие того, но ведь после этого разговора, этой встречи, решеточки появились вот на этом здании, там на Некрасовской, да, где-то в центре, там, я знаю, что по Артема. То есть вот эти действия столь решительные на государственном абсолютно, как вы сказали, офисе, да, Украинавта. Я боюсь, что... Ну не могли бы такого посоветовать там, это точно, да? Я боюсь, что Игорь Валерьевич Коломойский будет гнуть свою игру до конца. То есть неправильно понял совет, может быть, как-то. Может быть, но он будет гнуть свою игру до конца, потому что он азартен, это не секрет. Он... Его аппетиты огромны, и он не привык останавливаться. Он не привык останавливаться, то есть он будет играть, скорее всего, до последнего. Даже если на кону будет стоять его жизнь. В апреле, весной... Сори, просто я перебил в каком-то моменте. Возможен ли сценарий Днепропетровской народной республики, о которой так много говорят? Ну, честно, вряд ли. Потому что перевести себя в разряд непризнанных сепаратистов, это слишком сильно. Как потом Игорь Валерьевич Коломойский отправится к себе в Женеву? Боюсь, что никак. Как потом Игорь Валерьевич Коломойский будет оперировать ресурсами и активами, находящимися за пределами Украины? Боюсь, что с большими затруднениями. То есть ему придется занять ту же позицию, которую занял Ренат Ахметов, бывший условно главный в Донецкой области, условно главный. Когда ему пришлось откреститься от сепаратистов всех на свете, чтобы сохранить свои, пусть и сильно поошетнувшиеся и подъеденные позиции в Британии и в Штатах. Вряд ли Игорь Валерьевич поедет именно на такую модель, но пара крупных стычек экономических, боюсь, нам обеспечена. Ну и аббревиатура уже занята. ДНР уже что? Использовали ее. А тут Днепропетровская народная республика звучит как-то так очень. Это можно назвать как угодно, это не важно. То есть важен сам факт сепаратистов. Ну, наверное, и другие республики, вот так называемые, которые там обсуждаются где-то не только в сети, но даже доходила информация, что там всерьез собирались. В Москве люди обсуждали вопрос Харьковской народной республики, а каких-то других. Это скорее уже из разряда утопий. Да, этим занимается группа беглых харьковчан, Харьковской народной республикой. Ну, это Маргинес. Это Маргинес, это все можно обсуждать. Знаете, в Серебряный век была такая группа абориутов, и вот один из абориутов всерьез обсуждал возможности построения глобального государства, имеющимся на тот момент, сто лет назад, инструментарием. Вот это на тот момент выглядело абсурдом, а это на сегодняшний день выглядит, в принципе, абсурдом. На тот момент это было и из области наркотических грез. То есть, все-таки, резюмируя наш разговор, спасибо, Антон, может говорить о том, что эти внутренние войны, внутреннеэкономические конфликты очень могут даже и повлиять на конфликт, который не исчерпан в нашем государстве с нашими же территориями, где находятся сегодня захватчики, оккупанты, оставшиеся инсургенты, как их назовите. И с внешним агрессором, который тоже никуда. Значит, на Доку Дэйс, это фестиваль такой сейчас идет, документальное кино, не игровое кино, шире, там просто много уже моккументари, когда и постановочное, и игровое, все приблилось. Был фильм «Открытие», где была показана жизнь в Донецке, некого английского режиссера. Открывался этот фестиваль наш, привет, Марк Ощур, человек, который был у нас когда-то, замечательный такой, остроумец. Делает он УТ-1, кажется, программка такой. И вот все пытались уточнить, и даже шутили между собой, ведущие, как же назвать людей, живущих там. И они сошлись, что название жителей этих территорий, местные жители, мешканцы, вот как-то они к этому пришли. Но я лишь о том, что с этой территорией, с этими нашими людьми, как вы сказали, еще нам предстоит как-то выстраивать нормальные отношения, несмотря ни до что. Я правильно вас понимаю? Да, придется. Антон Подлузский, спасибо. Жаль, что надо заканчивать наш разговор. Антон, надо работать. В гостях у нас был Антон Подлузский, шевередактор РБК Украина. Мы продолжаем трансляцию УкралФТВ в онлайне, и смотрите нас на сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова